Всех приветствую, друзья! С вами Джокер. Вы на канале Джокер Кипиш. Игра у нас в Clash of Kings. Ну что, друзья, наконец-то наши перелёты состоялись. Да, сегодня у нас четверг. Мы уже, так сказать, собрались все в своей команде. У нас прибыло большое, ребят, дополнение. Наш альянс теперь имеет реально довольно-таки хорошую силу. Мы можем убивать. У нас есть сборщики. У нас есть пять сборщиков, ребят. Есть вообще дикие сборщики. В принципе, у нас всё хорошо. Ждём субботы. Ждём битвы за трон с китайцами. У китайцев есть также очень сильные соперники. Там здоровье есть под тысячу. Будем пытаться. Нас за счёт количества можем взять. Нас больше. Опыт имеется. Ну, у китайцев имеется то, что игра китайская, ребят. Да, вы сами это всё знаете. Ускорые против них не работают и так далее. Будем смотреть, будем пробовать, так сказать. Не получится. Пофигу. Будем ещё раз пробовать. Ещё раз, ещё раз в следующей неделе и так далее. Будем, ребят, пытаться отбить трон. Пока что воюем, сборим замки. Уже вот на данный момент. Только что прямо сейчас. Ну, четыре часа назад я бил замок. Вот такой вот. Тут мы атаковали его. Это мы сейчас на море, так сказать, развлекаемся. Недостаточно нам было людей на этот момент. Было 16 человек. 18, ребят. Чуть не хватало до 20. Но, в принципе, тоже неплохо ударили. Вот, получили такой результат. Все мы используем конный поход, ребят. Всё у нас отлично. И, в принципе, нормально убиваем. Тут у нас 38 минут назад Александр сборил замок. Это, ребят, ТАП, вы знаете, да? Китайский Лианст топовый. Поймали мы у них в море судью. И проломили его. Честно, я немножко, ну, был скептически относился к этому. Думал, что, не дай бог, лепёха будет. Но мы зашли так красиво, ребят. Вообще, по красоте Саня растёт на глазах. Ребята также всё схватывают на лету. У нас, в принципе, походы. Всё у нас чётко. Урон, смотрите, 107. Так, кавалерии. Урон при нападении 302, снижение 219. Отличный урон. Он был соло, принимал. Нас зашло, ребят, 21 человек. Походы точно так же, как и раньше, ребят. Наш поход конный. Смотрите, кому было интересно, как красиво работают Т12 конница, Т14, да? Грифоны Т10, Т9 даже, ребят, убивают. В принципе, все ребята молодцы. Есть большие плюсы в том, что походы у нас маленькие. По 230 тысяч, по 220. Во-первых, экономия армии. Во-вторых, не жалко, все ралли заполняются. Главное, это актив и количество людей с боя. Убиваем просто на ура, так сказать. И добили его. Всё, вообще, в ноль практически ничего не потеряли. Замок 800 миллионов осушили, ребят, с двух ралли. Естественно, это нам, так сказать, прилив сил дало. И, в принципе, ну, тут же нашли ещё цель, но она, ребят, улетела. Также у нас есть пехотные сборщики теперь. Есть у нас пехотный сборщик Сергей С90. Я делал в нём ролики. Пехотный лучниковый сборщик отличный. Сейчас мы его не смогли протестировать. Цель убежала. Ему огромный респект, что прилетел. И всем ребятам, кто прилетел ко мне в Альянс, к нам в Альянс Кео. Огромная вам благодарность, ребят. Надеюсь, мы останемся здесь вместе с вами и будем только сильнее. Также прилетел к нам Кирдык. Вы видели, да, на перелётах. У него пустой замок 430 миллионов. Замок у него тележный лучниковый. Пока что мы ещё его не тестировали. Но я думаю, будет, ребят, весело. Посмотрим, что там будет, ребят. Я сам, честно, ещё пока не знаю. Но, в принципе, у нас уже есть весёлое предвкушение. Там уже у меня в муравейнике щит слетает. Кстати, друзья, мой канал по муравейнику за Альянс переехал на другой канал. Канал называется Альянс Киллер. Там есть мои ролики только о муравьях. Кому, друзья, интересно, переходите по ссылочке в описании. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки для моих роликов. В принципе, там всё интересно, годный контент. Стараюсь, также играю я в муравейник. Китайцы у нас что-то, ну, пыл у них подугас. Увидели количество наших игроков. И, в принципе, они все разбежались. Опа, вот у нас есть цель. Можно, конечно, его сборнуть. Я думаю, он ещё не чухает проценты, какие у нас имеются. Так что он, возможно, принес. Сейчас после ролика, ребят, мы этим товарищем займёмся. А так они все, ребят, улезли в щиты. У нас прибыло, ребят, в нашем полку, вот вам не соврать, прибыло 40, ребят, человек, игроков, именно боевых игроков, активных людей. Альянс на момент ухода у нас насчитывал 19 людей, именно живых игроков. Именно было 19 человек. Было у нас всего 31, 12 человек улетело. И прибыло к нам ещё примерно 43 человека, ребят. Именно только ко мне в Альянс. Сейчас у нас в Альянсе. Не считая шести ферм, которые находятся внизу, все остальные люди – это живые игроки, боевые. И, в принципе, у нас всё отлично складывается. Теперь у нас не будет проблем с турниром. Мы будем выставлять не одну команду, а три команды. Я надеюсь, чтобы все ребята участвовали. Или две команды. И, в принципе, всё у нас будет, надеюсь, нормально. Так, ждите, ребят, субботы. Не знаю, мы ещё не знаем проценты китайца, который к нам прилетел, у которого 400 миллионов пустой замок. Пока что он никак себя не проявлял. Если мы как пробка вылетим с одного ралли, то понятно, что трон нам не светит. Но ничего, будем на КВК махаться, активом давить. Их тут всех истребим. Так что, ну, у нас шансы-то есть, ребят. Их нормально, так сказать, помять. Вот этот замок имеет у нас 370% урона при обороне. Не знаю, будем мы его сейчас бить. Или чуть попозже, но ребята уже, в принципе, собираются. Так. Сейчас. Так, фиг найдёшь, ребят. Умаясь, работа. Сейчас, если Дима ответит, проверим его ралли, потому что наши проценты он знает. Надо бить другим игроком. Александра знает, меня знают. Есть у нас другие ещё, ребята. Но самый сильный на данный момент у нас это, конечно же, кирдык ИС-91. Но он пехотник. А тут как раз чувак лучник, так что будет тяжко. Подождём. А вот лучником тележным, я думаю, зайдём на ура. Ну, точнее, тележным пехотником или пехотным лучником. В любом случае, первый ряд у нас пехота. Короче, ребят, я реально очень рад. У меня прям второе дыхание, так сказать, появилось на игру. Прямо вообще. Опа. Вот и наш атлет. Самое, ребят, что радует, то, что у нас есть разношёрстный вид армии, да, и мы имеем возможность пользоваться грамотно навыками. Вот этими вот всеми тележками, чтобы лечились луки, пехота и так далее. И у нас потери-то, в принципе, маленькие. Кто умеет это юзать, ребят, вообще это нас хорошо спасает. В принципе, очень... Так, бить нужно. Так. Да, сейчас будем атаковать. Во время ролика, ребят, всё равно нам не ударить. Долго будем собираться. Ну, хотя, может, и быстро соберёмся. Но это уже, наверное, в следующем выпуске, друзья, будет. На этом всё, ребят. Не забывайте следить за нашим развитием. На этом всё. С вами был Джокер. Всем удачи, ребят. Надеюсь на вашу поддержку.